По словам жителей дома номер 14 по улице Ключевская города Гусино-Озерск, после проведенного капитального ремонта в их доме, в их квартирах стало намного холоднее. Согласно актам, температурный режим в январе 2011, 2012 и 2013 года составлял от 8 до 15 градусов тепла. Жители многострадального дома после трех лет безуспешной борьбы за тепло в своих квартирах обратились в Республиканское общество защиты прав потребителей. Независимая экспертиза сделала ошеломляющий вывод. Была проведена экспертиза, которая установила, что из 11 миллионов, которые были выделены на капитальный, из 11 миллионов 660 тысяч освоено где-то в пределах 6 миллионов. А где остальные? Остальные, ну... У кого-то в кармане. Жители обратились в суд и вот в рамках гражданского дела проходит разбирательство. Этого недостаточно. Жильцам необходимо обратиться в правоохранительные органы. Здесь должно быть заведено уголовное дело. Жители дома, в котором уже несколько лет люди рискуют зимой заживо замерзнуть, с возмущением перечисляют проблемы, которые оставили после себя строители. По их словам, так называемый капитальный ремонт нанес их дому разрушительный урон. Канализация, она вообще не ремонтировалась, и все эти фекальные стоки шли буквально в подвал. Там грязь порой вместе с этими фекальными доходила до колена, даже выше. Вы живете в этом доме? Да, я его строил крановщиком, на кране работал. Знаю, что здесь все смошвы были залиты и все, и было утеплено. Потому что раньше тепло было и на кухне, и все. Они сейчас расковыряли все это дело, железом закрыли. Но в железном гараже летом бывали, какая там жара, а зимой холодина. И вот у нас получается такая ерунда. Жильцы дома намерены отстаивать свои права в суде. Ими при помощи юристов из Общества защиты прав потребителей Бурятии уже подготовлен иск в Гусинозерский городской суд. Мы попытались встретиться с руководством Гусинозерской жилищной компании ИОУ «Байкал», которых горожане обвиняют в халатности и хищениях. Но нам этого сделать не удалось. Никого, как это обычно бывает в таких случаях, не оказалось на рабочем месте. В свою очередь домовладельцы требуют в прокуратуре возбуждение уголовного дела в отношении горе-строителей. Как будут развиваться события в дальнейшем, покажет время. Намсарай, Намсарай, Сергей Устинов, Новости дня, Селингинский район.